Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, как мы защищали пол и стены от дровяной печи. Потому что под дровяной печь нужно что-то подкладывать и вокруг нее что-то как-то огоражить, потому что от нее большой жар. Тем более у нас печь Локомотив 200. Она на 200 кубических метрах рассчитана. Очень мощная печь. Я в прошлом видео ошибся, сказав, что вот следующее видео будет про то, как мы сделали дымоход внутри дома. Об этом будет следующее видео, потому что следующий этап после создания проходного узла, вот в стене, у нас была защита печи. Вернее защита стен и пола. Ну подставка под печь. Давайте начнем с подставки. Так как мы экономили, я говорил в прошлом видео, что у нас было в наличии ГСП, гипсо-стружечная плита, мы решили максимально ее использовать. Так как она жаропрочная, она не пропускает жар, мы решили на ламинат, который у нас уже довольно старенький, тоже нужно менять бы пора. Мы решили сначала уложить два листа ГСП. Вот просто два листа ГСП, друг на дружку. И уже на само ГСП мы уложили кирпич. Но это не кирпич, это тротуарная плитка, так называемая брусчатка. Мы выбрали красную, когда поехали в магазин, нам посоветовали, кстати, вот ее. Потому что мы хотели покупать шамотный кирпич, а он дорогой очень. Почему шамотный? Меня вот спрашивали, кстати, в комментариях, почему шамотный кирпич и необычный. Ну, шамотный кирпич, он более жаропрочный, а так как эта печь все-таки дровяная, то мы решили, что лучше бы его сделать. Ну, в принципе, шамотный кирпич не нужен здесь вот, как подложка, это уж слишком. Он используется в самой топке, при изготовлении топки, то есть при воздействии огня напрямую. То есть вот там нужен шамотный кирпич. Но обычный кирпич мы не хотели использовать, потому что он более хрупкий и не такой долговечный. При этом оказалось, что вот эта брусчатка, она очень прочная, она жаропрочная и, ну, почти не портится, будет очень долго служить. Ну, как нам сказали в магазине. При этом эта плитка стоит намного дешевле. Она стоила 29 рублей одна штучка. А кирпич, ну, стоит примерно так же, если обычный брать, а шамотный там вообще за 50 рублей. Эта брусчатка изготавливается из жаропрочных сортов глины при обжиге, там, что-то больше 1000 градусов, потому что такое я читал, 1200 градусов, по-моему. В общем, очень хорошая вещь. Ну, и еще один был вопрос у меня в комментариях, почему мы сделали вот в два кирпича еще и два ГСП здесь. У нас задача была поднять печку. Она высотой там 50 сантиметров получается, и это довольно низко. Вот когда просто стоишь, вот я подхожу, вот сейчас я стою, мне приходится даже сейчас наклоняться, чтобы руку сюда приложить к варочной поверхности. Представляете, здесь вот будут кастрюли, там еще что-то, и печка будет очень низкая. Ну, это неудобно, нужно постоянно нагибаться. А сейчас печка стала повыше, благодаря двум кирпичам, и к ней удобно подходить. Так что снизу у нас получилось ГСП, потом кирпич, и стоит уже печка. Ну, конечно, вы, я думаю, многие уже заметили, что на ГСП мы ничего не положили. Это опять было из соображения экономии. Ну, не было у нас таких сумасшедших средств, и так это все стоило очень дорого. И, честно говоря, ну просто вообще не осталось денег уже на там всякие украшения, приукрашения. Хорошо бы на ГСП сначала вот сверху положить притопочный лист металлический, нержавейку. Было бы очень удобно, потому что, ну, ГСП пачкается. В принципе, оно, я вам скажу, оно моется вообще. Когда моешь, оно такое кажется сначала вроде как грязное, а потом ничего, нормально подсыхает и становится белым. Поэтому, в принципе, ГСП можно использовать, но у нас будут средства, конечно, хотя бы на эту часть сделаем нержавеющую сталь. Ну, а теперь давайте пойдем дальше. Дальше у нас была стена. Стену мы тоже сделали из ГСП, тоже пока вот ничего не вделывали. Кстати, вот стена смотрится, по-моему, даже приятно из ГСП. Может быть, даже ничего и не нужно делать. Но потом решим, как мы будем, может быть, красить чем-то. Может, со временем кафель сюда сделаем. Но давайте пока я расскажу, как мы крепили этот лист. Потому что у нас между ГСП и гипсокартоном здесь есть пространство. Это из-за того, что, во-первых, у нас там проходной узел выходит. Но он не главный виновник того, что у нас вот такое расстояние между стеной и ГСП. У нас здесь внизу батарея газовая. Но не только батареи, у нас там еще и трубы идут. И все это снять у нас не было никакой возможности. Поэтому пришлось сделать так, как мы вот сейчас решили эту проблему. И здесь я хочу сказать, почему именно этот этап был перед тем, как мы установили внутри дома дымоход. Потому что нам нужно было сначала надеть вот этот лист ГСП на вот эту трубу вот сюда. И что мы сделали? Мы сначала все отмерили. Где у нас точно будет отверстие под дымоход. Отмерили длину листа ГСП и сделали все нужные разрезы, прорезы здесь вот под отверстие. И потом аккуратно, это было не так просто, но возможно, мы вставили сам лист ГСП вот сюда в трубу. Надели лист ГСП на трубу. Второй момент, это нужно было крепить сам лист ГСП к гипсокартону. Мы поступили следующим образом. На нужном расстоянии нарезали брусочки, которые сначала прикрепили к гипсокартону. И потом уже к этим брускам прикрепили, привинтили просто саморезом обычным сам лист ГСП. В четырех местах он очень крепко держится. При том, что снизу у нас тоже он закреплен, вот он вошел прям между кирпичами и очень плотно там сидит. На этом защита стены уже была готова из ГСП. Можно было переходить к установке дымохода. Вот следующего. Но мы стали делать не это, а к нам пришла уже сушилка. С Азона выписали. Вот такая вот сушилка для белья. Очень интересная. Честное слово, если бы, наверное, не заплатили даже за рекламу этой сушилки, я бы не взял деньги, такая классная штука. Смотрите. Вот так она раздвигается. Она вот 45 сантиметров в ширину, или как, где здесь ширина, где длина, я не понимаю. Ладно, неважно. Ну, вот так вот, прутья 60 сантиметров. Очень удобная вещь, которая используется у нас почти постоянно. Я вот даже снял белье перед тем, как снимал видео, чтобы здесь оно не мешало мне. Вот видите, так раздвигается. Раз, сдвинул, все. Готовая полочка, по сути. Можно что-то даже положить, если нужно. Вот такую классную штуку мы приобрели. При этом можно поставить ее куда угодно. Следующее, что мы должны были сделать, но до сих пор пока еще не сделали, вот потолок тоже нужно защитить при помощи листа ГСП. Ну, гипсогартон закрыть. Этим мы обязательно займемся. Это сделаем точно так же. Просто прикрепим сюда вот кусочек ГСП, который будет над дымоходом. И все. Вся защита будет готова для печи. Да, что поделать, приходится экономить. Но у нас другого выхода не было. Ну, а теперь уже следующее видео точно будет об установке вот этого дымохода. Вот этой части дымохода. Здесь тоже были интересные решения. И интересный подход получился именно к выбору дымохода. Видите, одна часть черного дымохода, другая часть уже здесь видна нержавейка. Но обо всех этих подробностях уже будет в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, если кому интересна данная тема. Ставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Пишите, что вы думаете о том, как мы решали задачу с защитой стен и пола от дровяной печи. Может, что-то подскажете, на что мы не обратили внимания. Все. Всем спасибо за внимание. Встретимся в следующем видео. Продолжение следует...